В преддверии празднования 72-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне делегация администрации Хасавюрта посетила ветерана Великой Отечественной войны. В состав делегации вошли глава города Зайнудин Акмазал, председатель собрания депутатов Загид Салим Дадаев, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, начальник отдела по делам молодежи и туризма Айшат Атаева, общественники, представители ветеранских организаций, а также уполномоченные от главы и правительства Республики Дагестан, первый заместитель министра транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан Арслан Арсланов. «Я от лица и главы, и нашего министра Саид Пашидоровича тоже хочу вас поздравить. Он сегодня в Казбековском районе уполномоченный, поэтому он просил передать свои поздравления, крепкого здоровья вам и всего самого наилучшего». Делегация посетила участников войны Абдулгамида Аджиева, Бадрудина Хабирова, Зимфиру Кьюшину и Малико Черевханова, которым были вручены поздравительные адреса, денежные вознаграждения и продовольственные пакеты от администрации Хасавюрта, городских меценатов и социальных служб. Глава города Зайнудин Акмазов отметил, что ветераны войны – это люди, которые дают повод гордиться потомкам и будущим поколениям за огромный вклад во имя будущего. «И в первую очередь хочу от главы республики Рамазана Гаджимурадовича передать вам поздравления, вот его поздравления и некоторую материальную помощь. Ветераны войны с благодарностью отзывались в адрес гостей и отметили, что чувствуют постоянную заботу и поддержку со стороны социальных служб и руководства города. «Всем, кто сегодня пришли поздравить меня с днем победы, большое вам здоровья, счастья, желаю успехов всем, начиная с младших до старших, родственникам, близким, они все были, всегда были радостные, оптимистские благостроения, все были». Каждый из присутствующих выражали благодарность участникам войны за самый великий подвиг, ведь смелость, упорство, духовная сила советского народа помогли пережить войну и, не боясь пули врагов и смерти, подарить будущему поколению спокойную и благополучную жизнь. И сегодня никто не имеет права забывать о тех, кто без вести пропал на полях сражений, трудился в тылу, кто в холод и стужу потом и кровью приближал победу. Сарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».